Ох уж эти эйбашники-юмористы, ну ничего святого. Хотя, если тема СОК действительно такая смешная, так чего же мы сидим? Пойдемте на СОК-форум. Сегодня 16 ноября и мы находимся в Холиде-Инн Сокольники. Я Тамара Никифорова и вы смотрите репортаж СОК-форум 2.0. Если помните, год назад все было совсем по-другому. Я была на год моложе. Но это не важно. Тогда в инфопространстве 600 человек до хрепоты судили и редили, что же за зверь такой этот ваш СОК. Хотя многие на тот момент его еще даже и в глаза не видели. Сегодня ситуация совсем иная. СОКов в мире и у нас в России уже достаточно много. И участники спорят не о терминах, а о действительных проблемах. Они делятся практическим опытом. И вот результат. СОК-форум без чего-либо согласия взял и обновился до следующей версии. Но прямо как Windows. Ну что ж, хватит тормозить. Идем в самую гучу событий. Сегодня СОК-форум это не сага о силе джедаях и добрых пушистых вуки. Это кровавые заговоры, это жестокие поединки и непредсказуемые повороты сюжета. Все то, за что люди души не чают в «Игре престолов». Лед, пламя, знаменитый престол. Все на месте. Надеюсь, фанатам этого хватит. И никто не захочет воспроизвести события «Красной свадьбы». Если кто не знает, «Красная свадьба» — это момент в книжке, когда... Ладно, ладно, молчу, молчу. Потом прочитайте. В этом году на СОК-форум «Шутка ли» зарегистрировалась по тысяче человек. Ну а пока участники собираются, мы пойдем и понадоедаем коллегам. Знаете ли вы, что оргкомитет форума учредил премию за выдающиеся успехи в построении СОК? И называется она «Сочий сын» и «Сочья дочь», соответственно. Кому бы вы вручили эту премию? Тамара, я думаю, тебе можно ее сразу вручить. Просто за оригинальность идеи. В принципе, здесь достаточно много людей, экспертов, специалистов, у которых работают СОКи. Примерно на каждой секции есть те, у кого СОКи работают. Так что кандидатов много. Надо опрашивать, когда отрасли пусть дают рекомендательные письма. Знаете, такие вопросы не принимаются единолично. Должна быть какая-то комиссия, которая рассмотрит варианты достойных людей. Это такая еще премия, где каждый должен самостоятельно подать заявку на участие. Соллар Секьюрити. Пусть кто-то из них будет и дочь, и сын. Я выдал бы премию с Солларом, потому что они наконец-то это построили первыми. Самую главную премию я выдал бы тому интегратору, который пришел на прошлой неделе и сказал, «Максим, построй мне СОК. У меня для этого есть три студента». Это реальный случай. Ответьте быстро и не думая на три вопроса. Что хуже, ненастроенный СОК или дырявый НОСОК? Дырявый НОСОК. Дырявый НОСОК, я думаю. Дырявый НОСОК. Ненастроенный СОК, наверное, хуже. Гораздо сильнее и заметно. Ненастроенный СОК, конечно. Это беда вообще. Особенно в гости приходишь, а у тебя ненастроенный СОК. Что случае, сахарный ПЕСОК или эффективный СОК? Сахарный ПЕСОК. Ну, а как же, ну, эффективный сок, ну, прям как медом намазано. Мед. Если я ем, например, вкусный тортик тирамису, то там должен быть сахарный песок. Да, эффективный сок. Да, да, сок там не нужен. Действительно. Сок должен быть к месту. Конечно, эффективный сок. Это какая-то пропаганда, мне кажется, начинается. А что прочее, выбить бюджетный сок или почтить пулю в висок? Пуля. Максим, откуда такие панические настроения? Пулю в висок. Серьезно? Проще пулю в висок. Ужас, конечно. Ты знаешь, с пулями, в принципе, получается лучше, но хотелось бы, чтобы бюджеты выделялись активнее. Выбить бюджет на сок все-таки проще. Серьезно? Это очень позитивно, не многие так отвечают. Выбить бюджет на сок. Отлично, это очень позитивно. Какой сок все-таки лучше, российской разработки или желудочной? Желудочный сок российской разработки – это оптимальное сочетание с мякотью. Это может быть и то, и другое. Желудочный сок российской разработки. На российской разработке. Нет, для меня желудочный сок мой дороже. Желудочный сок у вас всегда при себе? Для России российские. А для желудка желудочный? Ай, молодец! На самом деле, самый лучший G-сок 2.0. Вот я бы его рекомендовал. Есть два сервера. На одном логе испорчены, на другом порты залочены. Какой сам налазишь, а какой регулятор покажешь? Вечер в хату, да? Вот из этой серии что-то. Я бы, да, оба сам взялся в первую очередь регулятором, но боюсь не справиться с этой задачей. Третий. На бумаге. Ну ничего себе, ладно. Шутки шуточками, но если серьезно, то о соках на форуме можно узнать буквально все. Здесь простые доклады для новичков в сокостроении и сложные диспуты для уже опытных соководов. Чтобы не мешать слишком наивными вопросами для одних и чересчур сложными для других, параллельно запущены три секции. Среди докладчиков представители регуляторов ФСБ России, ВСТЭК России, Центробанк, специалисты практики Росатом, СТС Медиа, Энергобанк, а также специалисты, построившие один из сильнейших соков страны, это команда Газпромбанка. Так что даже самые опытные соководы здесь не стесняются и вслушиваются буквально в каждое слово докладчиков. Ну а для любителей все потрогать и засыпать собеседника вопросами, конечно, до Амазона. Около 15 компаний, как новые игроки, так и настоящие зубры рынка ИБ, представили свои решения, среди которых и соки, и Сиемы, и Сджерси. Специалисты, воистину с железными нервами, рассказывают о специфике своих решений до самых мелочей. Ну что ж, сок-форум развивается полным ходом, а мы, мы прерываем наш репортаж. С вами была Тамара Никифорова и команда БИС-ТВ. Спасибо, что были с нами, до очень-очень скорой встречи. Надеюсь, соки никто не считал по старой памяти. В этом году хоть конкурса и нет, но вы всегда можете написать в комментариях, как любите и уважаете меня и команду БИС-ТВ. И как ни один ваш день не проходит без наших сюжетов. Нам будет очень приятно, особенно если вы поставите свой лайк. БИС-ТВ